Условия для Украины и чертеж новой холодной войны. Постфактум о саммите НАТО. В столице Литвы 11-12 июля прошел саммит НАТО. Кто-то ожидал, что он станет историческим, но в итоге многие назвали его пустым и разочаровывающим. Во многом из-за решений по Украине, которую таки не пригласили вступить в Альянс. Однако встреча в Вильнюсе на самом деле многое расставила по своим местам. Как минимум стало понятно, что Запад намерен продолжать конфликт в Украине, провоцировать Россию и Китай, а также наращивать военные мускулы с прицелом на Азию. О ключевых решениях саммита НАТО, острых моментах встречи, впечатлениях зарубежных СМИ и выводах экспертов рассказываем в обзоре Билда. Почему Украину не пригласили в НАТО? Многие ожидали, что во время саммита Украину пригласят в Североатлантический Альянс. Конечно, не прямо сейчас, скорее после завершения боевых действий и заключения договора о мире с Москвой. Тем не менее, украинские власти надеялись, что в Вильнюсе смогут получить официально задокументированное приглашение с открытой датой. Однако оказалось, что включение Украины не входит в ближайшие планы НАТО, хотя, скорее всего, и в более отдаленные. Еще до начала саммита президент Литвы Науседа в качестве утешения пообещал своему украинскому коллеге Зеленскому найти те формулировки, которые не разочаруют украинцев. Уже во время встречи эти формулировки были озвучены. В итоговом заявлении саммита Альянса, опубликованном по завершении первого дня встречи, говорится, что Украина может получить приглашение присоединиться к НАТО только после выполнения ею условий, а также достижения согласия между союзниками. Позже в беседе с журналистами генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока продолжается война, то о присоединении Украины к НАТО речи не идет. Кроме этого, он отметил, что Киеву нужно осуществить ряд реформ, включающих борьбу с коррупцией, модернизацию институтов госуправления, а также достижение совместимости со стандартами НАТО. Единственное, на что согласились лидеры Альянса, так это отменить для Украины требования по выполнению плана действий для членства в НАТО. По сути, такой шаг можно рассматривать как неплохой бонус. Это бы существенно облегчило процедуру вступления Украины в НАТО. Однако все выгоды нивелируются на фоне требований к украинским властям провести в своей стране реформы. Фактически, Киеву предлагают выполнить тот же план действий, только по-другому названный. Проблема в том, что реформу можно выполнять до бесконечности, особенно когда до конца не понимаешь, о чем вообще идет речь. В этом смысле довольно комично прозвучали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция. Есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть, здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить, заявил Кулеба. На помощь украинскому министру пришла представитель МИД России Мария Захарова, которая посоветовала Кулебе узнавать правила до начала игры, а не после. Таки быть, рассказываю, это и есть придуманный западниками миропорядок, основанный на правилах. Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата. Альтернатива – международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих. Пришлось пояснять и Белому дому. Там заявили, что для вступления в НАТО Украине нужна здоровая демократия. И в этом плане Киеву еще есть над чем работать. В Вашингтоне также отметили, что ожидают от Киева выполнение реформ. В частности, искоренение коррупции, развитие демократических институтов, создание сильной судебной системы и установление верховенства права. Но все же вернемся к изначальному вопросу. Так почему же Украину не берут в НАТО? На самом деле ответ простой. В настоящее время это совершенно не соответствует интересам Альянса. Выгоды от пересоединения Украины фактически нет. Даже если бы Украина вошла в НАТО, то лишь частично, минимум без территории Донбасса, как максимум, оставшимися в ее составе по результатам СВО западными областями. А значит, продвинуться на восток Альянс практически не сможет. Кроме этого, вступление Украины в НАТО несет угрозу конфронтации с Россией. Даже после завершения боевых действий сохранится проблема территориальных претензий. Вряд ли Украина когда-либо согласится с присоединением Крыма и Донбасса к России. Конечно, территориальные конфликты есть даже между странами Альянса. Но одно дело, когда Турция и Греция строят на границе забор и обмениваются колкостями. И совсем другое – спорят за территорию с крупнейшей ядерной державой. Стоит учитывать еще один момент. Чтобы принять Украину в НАТО, Западу нужно подогнать ее под свои стандарты. После завершения боевых действий придется приводить страну в порядок. И не только поставить на рельсы экономику, восстановить инфраструктуру, обеспечить законность, но и перестроить всю вертикаль власти, которая погрязла в коррупции и бандитизме. Все это потребует немало сил, времени, а главное – вливания колоссальных средств. На самом деле, исходя из сегодняшних реалий, Западу было бы гораздо выгоднее не принимать Украину в Альянс. Пока Украина вне НАТО, ее можно использовать в проксе войне с Россией. Сам Альянс не может напрямую вступить в войну с ядерной страной, поскольку это грозит взаимным уничтожением. Кроме этого, Запад мог бы продолжать использовать Украину как рычаг давления на Россию, в том числе в вопросах международной повестки. Например, в случае конфронтации Запада, прежде всего США, с Китаем. Но что-то подсказывает, что этот план на Западе уже пытались реализовать еще до начала украинского конфликта. Только Россия на шантаж не повелась. В конце концов, зачем принимать Украину в НАТО, создавать риски для коллективной безопасности и тратить сотни миллиардов долларов на восстановление страны, если можно получить желаемый эффект, не перекладывая никаких усилий. Достаточно оставить страну в руинах, управляемые властями, которые не в состоянии обеспечить не то, что внешнюю защиту государства, но и внутренний порядок – коррупция, бандитизм, процветание черных рынков. Одним словом, идеальная среда для появления экстремистских и террористических группировок. Эдакий «Второй Афганистан». И этот очаг нестабильности долгие годы будет оставаться под боком у России. И, конечно, под боком у Европы. Но решение в НАТО давно принимают США, а для них такой исход был бы наиболее выгодным, ведь это одновременно ослабит и Россию, и Евросоюз. Что страны НАТО пообещали Украине? И все же оставить Украину ни с чем западные союзники не могли. Во-первых, решение не приглашать Украину означало бы, что Россия добилась своих целей. Во-вторых, в глазах Запада Украина пока не исчерпала свой военный потенциал. Согласно заявлению Альянса, Украине будет предоставлена долгосрочная программа военной помощи по 500 миллионов долларов в год для модернизации армии и перехода на стандарты Альянса. На саммите НАТО страны G7 впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Однако обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет, отмечает украинское издание «Страна». Зато резолюция государства G7 изобилует обещаниями военной помощи. Так, страны обязуются предоставить Украине помощь в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море. Приоритет будет отдаваться противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии и огневым средствам дальнего действия, бронетехнике и боевой авиации. Также в планы входит содействие повышения уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами, поддержка оборонно-промышленной базы Украины, тренировки и обучения украинских военных, обмен разведданными, поддержка инициатив по киберзащите. При этом речь идет не только о помощи в период конфликта, но и в постконфликтный период. Были и финальные обещания. В частности, страны G7 намерены помочь Украине с восстановлением, вероятно, за счет замороженных российских средств, а также обеспечить энергетическую безопасность. Стоит отметить, что в документе не указываются объемы обещанной помощи, а также сроки ее предоставления. Между тем, в резолюции прописаны и обязанности Украины. В частности, Киев должен вносить положительный вклад в безопасность партнеров. Также Украине необходимо осуществить многочисленные реформы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что резолюция G7 – это еще не сами гарантии, а лишь декларация о начале переговоров с Украиной по их подписанию. Ермак рассчитывает, что гарантии будут юридически оформлены до следующего саммита НАТО. А вот что о западной помощи сказал Зеленский. «Нам пообещали поддержку столько, сколько понадобится. Но и многое зависит от того, что у нас будет на поле боя. Мы не вправе ожидать, что будем стоять на месте, а нас десятилетиями будут поддерживать». Другими словами, у западной поддержки есть условия. Украина должна выполнять поставленные перед ней военные задачи. Как оценивают итоги саммита в Киеве? Во время саммита президент Украины заявил, что результаты саммита НАТО можно оценить как хорошие для Киева, но не идеальные, поскольку его страна не получила официального приглашения стать членом Альянса. По словам Зеленского, он понимает, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт. Чуть позже, на встрече с президентом США Джо Байденом, украинский лидер сказал, что саммит все же оказался успешным для Киева. «Итоги саммита НАТО в Вильнюсе – это очень необходимый и значительный успех для Украины», – заявил Зеленский. Он отметил беспрецедентную помощь стран Альянса Киеву. Зеленский также поблагодарил страны Альянса за отмену плана действий для членства Украины в НАТО и обещанной гарантии безопасности. В то же время он отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине членство в НАТО. Зеленский также заявил, что Украина не откажется от претензий на территории, которые считает своими, даже в обмен на перспективу вступления в НАТО. Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в размещении на своей территории иностранных войск. Таким образом, он прокомментировал слова своего польского коллеги Анжии Дуды о готовности Польши принять участие в возможной миссии НАТО в Украине после завершения там боевых действий. «Вопросы размещения у нас польских войск никто не поднимает», – заявил Зеленский. «В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы. Пока мы не в НАТО. Наших вооруженных сил достаточно. Вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца». Уже после окончания саммита Зеленский разместил видеообращение в своем телеграм-канале. «Возвращаемся домой с хорошим результатом. Хорошее усиление оружия. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия». Однако в самой Украине далеко не все согласны с оптимистичными оценками Зеленского. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита принесли разочарование. «Мы ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулировки саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения. Это было важно для нас», – заявила вице-спикер. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто бумаги без каких-либо затрат. Он выразил озабоченность касательно готовящихся гарантий и сперва хочет увидеть детали и цены предполагаемой поддержки. «После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», – приводит слова Резникова страна. Почему НАТО не Амазон? Во время саммита в Вильнюсе не обошлось и без острых моментов. Еще до начала встречи 11 июля президент Украины опубликовал эмоциональное сообщение в своем телеграм-канале, выразив недовольство тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Украины в Альянс. «Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть, эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И когда добавляется какая-то странная формулировка об условиях даже для приглашения Украины», – написал Зеленский. Он отметил, что, похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни делать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией», – заявил Зеленский. Он также назвал неопределенность стран НАТО слабостью и заявил, что Украина заслуживает уважения. По словам Зеленского, он намерен поднять этот вопрос на саммите. Реакция Зеленского многим пришлась не по вкусу. Американская газета Washington Post сообщила, что в США пришли в ярость из-за критики со стороны президента Украины. Зеленский во вторник встряхнул саммит лидеров НАТО, раскритиковав их совместное заявление о возможном членстве его страны в Альянсе, назвав отсутствие конкретных сроков беспрецедентным и абсурдным. Прямолинейное послание Зеленского удивило политиков на саммите, где Байден надеялся продемонстрировать единство против России и подчеркнуть свою способность сплотить глобальных партнеров. Члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского, – отмечало издание. Выпадом Зеленского оказался недоволен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что Украина могла бы быть более благодарной Западу за предоставленную помощь. Он также напомнил Зеленскому, что страны НАТО – не амазон. «Хотим мы этого или нет, но люди желают видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия», – заявил Уоллес. Он вспомнил, как в минувшем году потратил 11 часов на то, чтобы добраться до Украины. Но там ему сразу вручили список необходимого оружия. «Я сказал им, знаете, мы не амазон», – рассказал Уоллес. Зеленский, в свою очередь, не остался в стороне и ответил британскому министру. «Не понимая вопроса, мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить. И я так и поблагодарю», – заявил президент Украины. История получила продолжение. Посол Украины и Великобритании Вадим Пристайко назвал слова Зеленского в адрес Уоллеса нездоровым сарказмом. «Я думаю, что в этом ответе Зеленского было немного сарказма, когда он сказал, что утром проснется и позвонит Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не считаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать россиянам, что между нами что-то происходит. Они должны знать, что мы работаем вместе. А если что-то случится, Бен может мне позвонить и сказать все, что хочет», – цитирует дипломата страна. Не обошлось и без традиционных шуток Байдена. На совместном брифинге, где присутствовали президент США и Украины, журналист спросил у Зеленского, как скоро после завершения конфликта Украина хотела бы вступить в НАТО. Однако Байден ответил вместо Зеленского. «Час и 20 минут. Вы, ребята, задаете действительно проницательные вопросы». Байден также заявил, что Украине никуда не деться от США. «Плохая новость для вас состоит в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами», – пошутил Байден. Что ж, в каждой шутке есть доля правды. Проанализировав речь Байдена, газета New York Times пришла к выводу, что американский президент готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, который может идти годами. Во время саммита никто не говорил о мирных переговорах или поисках компромиссов. «Было ощущение, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией», – отметило издание. Что предусматривают военные планы НАТО? Несмотря на то, что тема Украины обещала стать ключевой на Вильнюсском саммите, ничего нового и неожиданного в этом плане не прозвучало. Гораздо важнее заявление стран Альянса касательно перспектив НАТО и его стратегических интересов. Планы милитаризации, прицел на Азию, Африку и Ближний Восток и явные антикитайские настроения. На саммите в Вильнюсе страны Альянса очень четко обозначили свои геополитические аппетиты. Еще перед саммитом Столтенберг анонсировал принятие странами НАТО трех новых региональных оборонных планов. Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, который распространяется на Балтийские и Центральные Европейские регионы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов. Позже, во время саммита, Столтенберг заявил, что союзники утвердили самый полный план обороны с конца Холодной войны. «Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он. Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге Альянса. Таким образом, численность сухопутных сил под командованием Альянса увеличится в 7,5 раз. Это идет в дополнение к постоянным армиям восточных стран НАТО. Страны Альянса также приняли обязательство довести минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП. Среди обязательств также есть намерение инвестировать не менее 20% оборонного бюджета в ключевое оборудование, включая исследования и разработки в оборонном секторе. В итоговом заявлении саммита говорится, что НАТО рассчитывает создать дополнительные пункты командования и управления системой противоракетной обороны в Европе. Также НАТО планирует усилить возможности своих ПРО и ПВО против беспилотников и гиперзвуковых ракет. В заявлении саммита также говорится, что в обеспечении безопасности и процветании стран Альянса важнейшую роль играет космос. В связи с этим принято решение об ускорении интеграции космоса в систему коллективной безопасности. Это предусматривает проведение совместных учений и операций. Страны НАТО договорились разработать стратегии в отношении ключевых новейших и прорывных технологий. Речь о квантовых технологиях, биотехнологиях и технологиях усовершенствования человека. В Альянсе также пообещали задействовать принципы коллективной обороны при серьезных кибератаках, а также создать центр для защиты критической важной подводной инфраструктуры. Что говорили на саммите о России и Китае? В итоговом заявлении саммита Россия обозначена как наиболее значительная угроза для безопасности НАТО. «Мы не можем считать Россию нашим партнером», – говорится в документе. Вместе с этим отмечается, что страны НАТО не хотят конфликта с Россией и намерены держать открытыми каналы коммуникации с Москвой. Страны НАТО призвали Россию пересмотреть решение о выходе из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Кроме этого, страны Альянса выразили беспокойность тем, что Россия увеличила присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также сохраняет значительный военный потенциал в Арктике. В декларации Альянса отмечается, что НАТО совершенствует имеющиеся у нее инструменты для противодействия России. Недовольство НАТО вызывает сотрудничество России и Беларуси в военной сфере. Углубление военной интеграции двух стран, по версии НАТО, оказывает воздействие на региональную стабильность и оборону Альянса. НАТО будет внимательно следить за развитием событий, в частности, за возможным размещением так называемых частных военных компаний в Беларуси, указывается в заявлении. По этому поводу дал исчерпывающий ответ российский посол в США Анатолий Антонов. Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики, заявил Антонов. Дипломат обратил внимание на заявление лидеров стран НАТО, опубликованное во время саммита в Вильнюсе. В нем осуждается решение Москвы разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Якобы это подрывает стратегическую стабильность. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии. Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО, заметил дипломат. Он также заявил, что страны НАТО не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и военных учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам союзного государства, сказал Антонов. Прозвучали на саммите и антикитайские заявления. Лидеры НАТО считают, что заявленные Китаем амбиции на международной арене бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО. Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецируемой мощи, оставаясь при этом непрозрачной в отношении своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи, считают в НАТО. Для противодействия вызовам евроатлантической безопасности со стороны Китая НАТО намерено координировать свои шаги с ЕС. Беспокойство НАТО вызывает углубление стратегического партнерства между КНР и Россией. В связи с этим Альянс призвал Пекин воздерживаться от оказания помощи России. Эти тезисы повторил и Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита. По его утверждению, Китай отказался судить действия России в Украине, а ядерная модернизация Китая не имеет прецедентов по скорости и масштабу. Страны-члены НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая, цитирует Столтенберга ТАСС. При этом он отметил, что Китай не является противником и с Пекином надо продолжать взаимодействовать. Но растущая напористость Пекина влияет на нашу безопасность, продолжил он. Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить действия России и угрожая Тайваню, добавил Столтенберг. Ответ Пекина не заставил ждать. Мы со всей серьезностью говорим НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, а также решительно выступать против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действием, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор, говорится в заявлении депмиссии Китая в Евросоюзе. Депмиссия указала, что в декларации Североатлантического альянса повторяются старые песни, которые в изобилии содержат менталитет холодной войны и идеологические предубеждения. Часть заявления, связанная с Китаем, игнорирует базовые факты, бессмысленно искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай. У НАТО, как продукта холодной войны, исторически много дурных поступков на счету, отметили китайские дипломаты. При этом альянс постоянно обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами его территории, создает конфронтацию и тем самым в полной мере показывает свое лицемерие. Неоднократные заявления НАТО в своем комьюнике о том, что организация является ядерным альянсом, лишь еще больше обостряет региональную напряженность, что глубоко беспокоит Китай, указало представительство КНР. На какие регионы нацелилась НАТО? Если Россия – угроза, Китай – вызов, то Ближний Восток и Африка для НАТО – стратегический интерес. Об этом прямо указывается в заявлении альянса. Мы будем углублять наше политическое взаимодействие и работу в области публичной дипломатии с нашими давними партнерами по Средиземноморскому диалогу и Стамбульской инициативе сотрудничества. Мы также будем расширять наши контакты с соответствующими региональными организациями, включая Африканский союз и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Мы реализуем пакеты мер по наращиванию оборонного потенциала для Ирака, Иордании, Мавритании и Туниса. Мы также обсудим с иорданскими властями возможность создания отделения связи НАТО в Аммане, говорится в заявлении. НАТО также намерено укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индотихианский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евроатлантическую безопасность. Мы приветствуем вклад наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республике Корея в обеспечении безопасности в Евроатлантике, в том числе их приверженность поддержке Украины. Мы будем и дальше укреплять наш диалог и сотрудничество для решения наших общих проблем безопасности, отметили страны Альянса. В заявлении стран НАТО также говорится о недопустимости создания Ираном ядерного оружия. Также страны НАТО осудили программы КНДР по разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения. Североатлантический Альянс выразил приверженность дальнейшему участию НАТО в Косово, в том числе посредством Международных сил безопасности КФОР. Отмечается необходимость укрепления отношений между НАТО и Сербией. Кроме этого, во время саммита прозвучало заявление о достижении соглашения с президентом Турции Режепом Таипом Эртеганом о присоединении Швеции к НАТО. Это, вместе с вступлением Финляндии, важно для всего Балтийского региона. Это укрепляет Североатлантический Союз и является свидетельством того, что страны-члены НАТО принимают решение о расширении Альянса, констатировал Столтенберг. К каким выводам пришли эксперты? Лидеры НАТО утвердили чертеж нового глобального военного противостояния и холодной войны, отмечает обозреватель ТАСС Денис Дубровин. Обещание после конфликта начать процедуру приема Украины в НАТО, а также обязательство обеспечить сверхмилитаризацию Украины после завершения конфликта, создает неразрешимое противоречие для переговоров о мире. Альянс провоцирует Россию на введение боевых действий до полной ликвидации украинской государственности, поскольку в любом ином случае Россия получит гораздо более опасного и жаждущего реванша противника у своих границ. Россия опять не оставляет выбора для достижения мира с Украиной, как самостоятельным государством, поскольку его сохранение ведет ее к приему в НАТО, что противоречит второй цели СВО. Саммит НАТО практически ликвидировал дипломатические возможности прекращения конфликта, считает Дубровин. По его мнению, США уже не надеются на чистую победу. Теперь Вашингтон играет в удолгую. Он намерен снова стать такой военной силой, которой более никто не решится бросить вызов – победить по очкам. Конфликт в Украине США постараются сделать бессрочным и использовать, с одной стороны, для ослабления России, а с другой, как предлог для быстрого превращения НАТО из структуры для точечных операций в отдаленных регионах мира, в реальный инструмент глобальной войны и, соответственно, глобального доминирования в интересах США. Сначала в Европе против России, а затем военная сила должна начать проецироваться на Азию против Китая, считает Дубровин. В то же время военный эксперт Виктор Литовкин отмечает, что НАТО часто использует разного рода пугалки, которые потом не осуществляет. И как НАТО будет собирать армию в 300 тысяч – я не представляю. У НАТО очень много таких лозунгов, обещаний, которые они выдвигают каждый раз, и ничего из этого не проявляется на месте. Мы помним, как НАТО провозглашали умную оборону. Мы помним, как НАТО провозглашали 30-дневную готовность, где будут 30 авиационных эскадрильей, 30 батальонов повышенной готовности и так далее, рассказал эксперт известием. А вот, что думает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер о перспективах Украины в НАТО. Зеленского заставили поверить, что Украина имеет большое значение в глазах НАТО и Запада. Это не так. То, что мы наблюдаем сегодня в Украине, фактически является проявлением того, о чем Джордж Сорос написал в 1993 году в статье о будущем НАТО. Он заявлял, что ключевый момент для НАТО – это наличие врага, которым станет Россия. Но НАТО не может воевать с Россией, потому что на родину будет возвращаться слишком много мешков с трупами. Поэтому НАТО необходимо найти источник восточноевропейской живой силы, к которому можно было бы добавить технологии НАТО, чтобы навредить России. Именно это сейчас происходит. Зеленский и остальная Украина должны осознать тот факт, что НАТО и Запад приносят их в жертву, что никого не волнует Украина. Украина никогда не будет членом НАТО. Ни за что и никогда. И саммит в Вильнюсе – лишь проявление этой реальности. И, может быть, теперь, когда это понимает Зеленский и когда украинские военные, вероятно, надеявшиеся на какое-то вмешательство НАТО, осознают реальность их неминуемой гибели, потому что смерть – единственное, что их ждет. Если этот конфликт продолжится, сами украинцы начнут простить мира, – приводит слова Риттера Арти. Почему западные СМИ назвали саммит НАТО бутафорией? Мировые СМИ назвали результаты саммита бутафорией и обвинили НАТО в издевательстве над украинскими солдатами. Не вызвали оптимизма и обещанные Украине гарантии безопасности. Однако некоторые констатировали, что смерть мозга НАТО все же пока не наступила. Британская газета Guardian писала, что украинский президент потерпел неудачу в своей отчаянной попытке добиться приглашения в НАТО. В итоге разочарованный Зеленский обвинил Байдена и других лидеров стран Альянса в неуважении к Украине. Но драматичное вмешательство Зеленского не повлияло на итоговое коммунике саммита. В нем говорилось, что несмотря на то, что будущее Украины в НАТО, Альянс направит приглашение Украине только тогда, когда Киев завершит определенные демократические реформы и реформы в сфере безопасности. BBC отмечает, что в Вильнюсский саммит НАТО мог принести два сюрприза, но не принес ни одного. Швеция, как и предполагалось, станет членом НАТО, а Украину там, кажется, пока не ждут. Вильнюс встретит гостей сюрреалистичной пустотой. Улицы без машин и пробок, обычно бурлящий старый город без людей, рестораны без клиентов. Примерно на каждом втором перекрестке в центре полиция и армия. В небе вертолеты, в аэропорту системы ПВО «Патриот». Ни гостям саммита, ни журналистам, вероятно, ни на минуту не удалось забыть о том, что исторические решения НАТО собирается принять в 30 километрах от границы с Белоруссией. Быть физически ближе к Москве уже невозможно. Однако того, чего Москва могла бы опасаться больше всего, здесь не произошло. Немедленного приглашения в Альянс Украина не получила. Баннеры и автобусы с прямыми призывами принять Украину в НАТО остались частью приятной атмосферы, отмечает BBC. Британский телеканал Sky News считает, что политики балансирования Зеленского осталось недостаточно, чтобы получить от НАТО того, чего он хотел. Конечный результат саммита оказался скорее бутафорией, отмечает телеканал. НАТО подтвердило, что будущее Украины связано с Альянсом, но без указания каких-либо сроков. Теперь задача будет заключаться в том, чтобы преодолеть разочарование Украины и сосредоточиться на поддержке ее военных действий. Поскольку до тех пор, пока конфликт не закончится, любая надежда на членство в НАТО является несбыточной мечтой. Немецкое издание Bild обвинило НАТО в издевательстве над украинскими солдатами. Представьте себе, главы государств и правительств сидят вместе в безопасном Вильнюсе и оттуда посылают сигнал украинским солдатам в окопах, что они, к сожалению, еще недостаточно современны для НАТО. Поскольку украинское контрнаступление идет не так хорошо, как некоторые надеялись, за закрытыми дверьми постоянно говорят о том, что, возможно, пришло время начать переговоры. Очевидно, что НАТО не верит в военные успехи Украины, по крайней мере, на данный момент времени, пишет Bild. Американское издание «Политика» раскритиковало обещанное Киеву гарантии безопасности. Расширение гарантии безопасности Украины приведет к наихудшему сценарию. Страна будет считать, что у нее есть защита, когда на самом деле ее будет недостаточно. В конечном итоге США и союзники по НАТО могут сделать очень мало, чтобы действительно гарантировать безопасность Украины. Что бы они ни говорили, пишет «Политика». Журналисты чешского радио уверены, если Украина и вступит в Североатлантический альянс, то это произойдет через много лет, поскольку она по многим причинам не готова стать полноправным членам НАТО. Это вопрос не армии, а состояния государства и общества. Поэтому не стоит давать людям обещание, что что-то произойдет завтра, когда это произойдет годы спустя. Турция уже не одно десятилетие выражает желание вступить в Евросоюз. Так что, возможно, процесс вступления Украины в НАТО будет таким же, отметила чешское радио. Турецкая газета посвятила материал перспективам вступления в Швецию в НАТО. Издание отмечает, что в новостях европейской и американской прессы президента Турции назвали абсолютным героем саммита, поскольку он дал зеленый свет членству Швеции в НАТО. Однако Анкара может еще отыграть назад. Парламент Турции приостанавливает работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть два с половиной месяца, чтобы выполнить свое домашнее задание и выдать Анкаре сторонников рабочей партии Курдистана. А у Европейского Союза и США два с половиной месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если окажется, что обещания не будут выполнены, то парламент, вероятно, отклонит резолюцию о вступлении Швеции, пишет турецкая газета. Американская газета New York Times пишет, что у лидеров НАТО, собравшихся в Вильнюсе, были все основания праздновать успех. Смерть мозга Альянса пока не наступила. С началом конфликта в Украине позиции НАТО улучшились. При этом издание отмечает, что события в Украине сыграли на руку США. В то же время Европа теряет независимость. На самом деле НАТО работает именно так, как задумывали послевоенные стратеги США. Втягивает Европу в зависимости от американской мощи и урезает ей пространство для маневра. НАТО – это недорогостоящая благотворительная программа, а доступный механизм американского влияния в Европе. Конфликт в Украине лишь укрепил позиции США. Даже до ввода российских войск примерно половина европейских военных расходов доставалась американским производителям. Растущий спрос лишь усугубил эту тенденцию. Покупатели спешат приобрести танки, самолеты и другие системы вооружения и заключают дорогостоящие многолетние контракты. Европа, может, и вооружается, однако плоды ее милитаризации пожинает Америка. С Украиной картина также предельно ясна, констатирует New York Times. Смерть мозга НАТО отсрочило и китайское издание Global Times. Возникновение и затягивание российско-украинского конфликта наряду с хаосом и изменениями в мире дали НАТО, некогда находившемуся на грани смерти мозга, возможность вдохнуть и продлить свое существование. Однако это также привело НАТО к крайне ошибочным выводам и суждениям, что вылилось в беспрецедентное со времен холодной войны расширения геополитических амбиций Альянса, о чем свидетельствует саммит НАТО в Вильнюсе, пишет Global Times. Издание отмечает, что вильнюсский саммит показал, что НАТО стала более амбициозной и агрессивной. Однако Альянсу необходимо помнить о двух вещах. Во-первых, НАТО должно не потворствовать, а сдерживать свой импульс к расширению, правильно позиционировать себя и никогда не переходить черту. Во-вторых, НАТО должно уважать законные требования безопасности основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям. Конфликт между Россией и Украиной – это урок. Если НАТО не будет сдерживаться, то его ждут серьезные последствия. Говоря более прямо, НАТО должно срочно убрать руки, протянутые в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Большинство стран Азии не только не приветствуют НАТО, но и видят в нем страшного монстра, которого следует избегать любой ценой. Это связано с тем, что НАТО приносит в Азию только риски безопасности, военные угрозы и тормозит развитие региона, констатирует Global Times.